К другим темам. 500 миллионов за прошлый год задолжали жители Самарской области государству заплатить налоги и успокоиться, призывают сотрудники ФНС и приходят на предприятие сами. Не с проверкой, а наоборот, чтобы проконсультировать и еще раз напомнить. Срок уплата налогов приближается. Скрыться от налоговой инспекции становится все сложнее. Они сами приезжают на предприятие. Прямо на рабочем месте рассказывают про услугу личный кабинет. Завести его может каждый. Для этого необходимо обратиться в налоговую службу. Там пройти регистрацию и получить пароль от личного кабинета. И они получают парольную карту доступа к личному кабинету физических лиц. И обязательно в течение месяца нужно поменять пароль на свой. Если это не сделано, то, конечно, приход в инспекцию зря, потому что блокируется личный кабинет и дальнейшее использование его невозможно. Сайт ФНС позволяет гражданам узнать задолженность по трем налогам. Транспортному, имущественному и земельному. Если она существует, то прямо с сайта можно распечатать платежную квитанцию или оплатить онлайн. Ходить на почту тоже раньше приходилось. Очень неудобно очереди отстаивать. Сейчас зашел, посмотрел, заплатил. Проблема сама собой исчерпана. По последним данным налоговой службы по Самарской области задолженность за прошлый год составила 500 миллионов рублей. Всего общая сумма долга более 2 миллиардов рублей. Это очень большая сумма. Накоплена она не за один год. Поэтому с ней работают и судебные приставы, и мы работаем. Кроме того, эта ситуация с задолженностью находится на постоянном контроле в правительстве Самарской области. Совместно с Министерством управления финансами у нас проходит регулярное совещание. Там участвуют и судебные приставы, и мировые судьи. То есть вырабатываются совместные мероприятия, направленные на взыскание долгов. В конце встречи специалисты напоминают. Срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов по начислениям за прошлый год истекает 1 ноября. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губернии.